Продолжение следует... 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 Ну и да, я хотел бы проанонсировать два наших будущих вебинара на следующей неделе прямо здесь вот в чате. Один из них будет называться «Библиотеки в мире индексов и аббревиатур ЭБС Фидурус Абис ДОИ», как не заблудиться. Будут вести Константин Николаевич Костюк и Александр Племник, приглашенный эксперт. И 13-го числа Анна Иванова, ответственный редактор издательства Директ Медиа, проведет вебинар под названием «Издательство Директ Медиа. Как одной публикации решить семь проблем преподавателя». Этот вебинар будет интересен в основном авторам, преподавателям-авторам, которые хотят создавать и публиковать электронные издания. Продолжение следует... По этой ссылке вам надо будет перейти, зарегистрироваться или войти в нашу систему. И после этого вы получите ссылку на скачку вашего сертификата. Ну вот, от меня все. Теперь я могу представить нашего спикера. Это Татьяна Телегина. И сегодняшняя тема называется «Первая научная статья. Что нужно знать, прежде чем отдать ее в журнал». Моя функция закончилась. Я с вами прощаюсь и приглашаю Татьяну Телегину. Татьяна. Татьяна, куда-то звук подевался. Сейчас нормально. Хорошо. Есть. Отлично. Отлично. Давайте проверим, коллеги. Еще раз всем добрый день. Перед началом встречи хорошо ли видно, слышно? Видно ли рабочий стол? Презентация. Спасибо. Отлично. Тогда мы с вами начинаем. Итак, сегодняшняя наша встреча называется «Первая научная работа. Что нужно знать, прежде чем отдать статью в журнал». Речь будет идти о научных статьях. В первую очередь, конечно, наша сегодняшняя встреча рассчитана на тех, кто только готовит, собирается готовить, или, может быть, уже подготовил до какого-то этапа, именно свою первую научную работу. Так, Анна Викторовна, звук западает. У всех западает или? Я поняла, что было. Нормально, да? А, хорошо. Ну, немножко будем отвлекаться на технические вопросы. Если что-то со звуком потише, погромче, слишком громко или слишком тихо, вы, пожалуйста, в чат сигнализируйте, я буду на это реагировать. Ольга Николаевна сказала норму, значит, идем дальше. Спасибо. Так вот, речь будет идти о первой научной публикации, но, думаю, для тех, кто уже имеет опубликованные работы, опубликованные статьи, что-то полезное для себя тоже извлечет, потому что в совершенстве нет предела, и каждый раз мы стараемся этот процесс как-то совершенствовать, сделать более эффективным, избежать ненужных потерь, времени, сил. И поэтому любые способы, любые приемы, то, что мы узнаем, это всегда будет для нас полезно. Ну, в первую очередь, я ориентируюсь, конечно, на тех, кто пишет свою первую публикацию, поэтому некоторые инструменты могут быть уже знакомы или некоторые приемы. Что-то может быть новым для тех, кто уже этот этап проходил. Но первый вопрос, который возникает, когда мы только-только приступаем или замысливаем, заходит речь о первой научной публикации, возникает вопрос, писать или не писать статью. Вот в чем вопрос. Для диссертантов вопроса нет. Нужно ли писать статью сейчас, нужно ли отложить ее на потом. Публикация – это необходимая вещь, если мы занимаемся научной работой. Лучше начинать тренироваться, писать статьи еще со студенческой скамьи, особенно если мы рассчитываем идти учиться дальше. Министратура, аспирантура. Публикация – это такое документальное подтверждение нашей работы, тех исследований, которые мы проводим, тем, которыми мы занимаемся. Также это еще хороший способ поделиться своими результатами, получить обратную связь от сообщества, в том числе и в виде цитирования, если мы размещаемся в индексируемых журналах. И поэтому прежде чем отдать свою статью в любой журнал, необходимо проверить, все ли соблюдено, все ли требования учтены, все ли шаги и пункты выполнены. А перед этим статью, конечно, нужно написать, иметь готовый текст. И на окончательном вот этом этапе проверки очень легко потерять и время, и силы, обнаружив, что написали не так, не то, сделали неправильное оформление, иногда приходится переписывать все с нуля. Чтобы не пришлось аврально под угрозой жесткого дедлайна переписывать все с нуля, мы пройдемся сегодня по основным ключевым пунктам процесса подготовки. В принципе, это вот тот путь, который и те инструменты, которые нам помогают сократить на нем затраты времени и подготовиться к этапу проверки, сдачи в издании своей статьи максимально в короткие сроки и с наименьшими потерями наших усилий, наших сил. Поэтому первый вопрос, который мы затронем, может быть, он немножко так и выбивается из инструментарно-технологического подхода этого, но тем не менее в нем на 50% лежит ключ к успеху. Это вопрос мотивации. Это необходимые условия хорошей публикации. Если для диссертантов стоит этот вопрос, печататься нужно, печататься быстрее, но как себя замотивировать? Есть две категории, особенно начинающих авторов, те, кому интересно, их примерно где-то процентов 20, сразу вспоминается принцип Паретта 20 на 80. Кому интересно писать статьи, кому интересно заниматься наукой, здесь вопросов с мотивацией, как правило, не возникает. И большинство – это такие заставляемые, оставшиеся 80%. И для них стоит вопрос найти мотивацию. Заставила кафедра, заставила жизнь, требует научный руководитель, надо для защиты диссертации, но не более того. Не всегда это является достаточной мотивацией для того, чтобы приступить к написанию статьи, особенно если посмотреть сразу все требования к написанию, к изданию статей, все эти алгоритмы, инструменты, стили, все, что нужно знать и необходимо. Становится на самом деле страшно. Поэтому, да, даже в процессе подготовки статьи тоже мотивация иногда пропадает. Поэтому я вам очень кратко показываю два способа, как себя замотивировать на написание статьи. А знаете, почему это ключевой момент? Вообще все это и работает. Если есть сильная мотивация, это основа вообще любого цели и полагания, понимание ценности того, что делаешь. Вот если оно есть, работа, все трудности, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, они воспринимаются как более мелкие задачи, даже не как проблемы, а как задачи, которые необходимо решить. Мы перефокусируемся, мы перефокусируем свое сознание, работать становится легче. И знаете, когда понимаешь значимость того, что ты делаешь, и ты действительно хочешь эту статью, ты хочешь эту публикацию, и это является не декларируемой, а реальной родной ценностью, происходят очень интересные вещи. Этап, например, сбора информации или поиска информации, необходимой для написания статьи, он идет легче. Такое ощущение, что вселенная откликается на наш призыв, информация сама начинает со всех сторон к нам поступать. Если заставляешь себя из-под палки, сидишь и вымучиваешь каждое слово, и уже ненавидишь эту статью, и изначально она была не нужна, то такое ощущение, что Google и интернет нам отнюдь не в помощь, не говоря уже про все остальные каталоги и ресурсы. Действительно, это особенность нашей внутренней самонастройки. Мы открыты к восприятию этой информации, мы начинаем ее видеть. В Google и в Яндексе есть все, в электронных каталогах тоже. Просто когда мы зашворены вот этим отсутствием мотивации, отсутствием ценностей, мы эти возможности просто перестанем видеть. Мы сами закрываем от себя те богатства, которые перед нами лежат. Поэтому есть два таких простых способа, как замотивировать себя и как можно, например, помочь тем, кто рядом, или начинающим авторам, студентам. Со своими студентами мы эти два способа разбираем перед тем, как приступить к работе над статьями. Это переход к ценности и способ Саймона Мотрома. Переход к ценности – это простой прием к ценности от повседневности. Кстати, он подходит не только для написания статей, но и для выполнения любых задач, которые делать не очень хочется, либо они кажутся очень страшными. Это простая такая раскрутка задачи до уровня ценностей. Ответ на вопрос – то, что я делаю, зачем мне это нужно, чем это для меня важно, что мне это даст, или что я получу, для чего я это делаю. Например, я пишу статью. Зачем? Для чего я пишу? Ну, чтобы научный руководитель остался доволен. Следующая статей. Это действительно похоже на Лесенку. Следующая статей. Почему для меня так важно, чтобы он был доволен? Ну, наверное, потому что это будет иметь какое-то большое значение для моей дипломной работы, либо для магистрской работы. Почему для меня так важно, чтобы магистрская работа или дипломная работа были успешны? И постепенно мы выходим, отвечая на эти вопросы, обычно еще этот метод называют «пять шагов». За пять вопросов, как правило, мы доходим до уровня ценностей. Ну, потому что я хочу хорошо защититься. Зачем мне так важно хорошо защититься? Ну, это связано, видимо, с моей будущей карьерой. Я хочу получить, например, хороший должность. Почему для меня так важно? Ну, потому что это стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Вот все, стоп, вы вышли на уровень ценностей. А вот теперь всю линеечку наших размышлений, всю вот эту Лесенку мы можем убрать и оставить только первую и последнюю ступеньку. Я пишу статью. Для чего? Для обретения состояния уверенности, стабильности. И вот ее оставляем. Вот это и такая напоминалка нам. У меня студенты иногда еще пишут такую напоминалку себе на компьютер. Каждый доходит до своей ценности. Вот они вешают на монитор. Говорит, когда возникает много трудностей и проблем, просто смотрю и вспоминаю, что я делаю. Что вот эта цель, она гораздо больше, чем и важнее для меня, чем та задача, небольшая трудность, с которой я столкнулась. Это вот один способ. Второй способ – способ Саймона Мотрома. Саймона Мотром – это основатель компании «Рафа». Компания специализируется на эксклюзивной белой экипировке. Они такие мировые лидеры уже. И вот в самом начале, когда компания была всего 5 лет, ой, 5 лет, 5 месяцев, он не то что в ноль еще находились, в минусе по прибыли, и стал вопрос о разработке дальнейшей стратегии, что делать. И он попробовал такой способ, о котором сам же потом и рассказал. Я, говорит, сел и просто представил. Вот прошло 10 лет, и в журнале Fortune выходит статья о нашей компании. Вот что бы там было написано. Сел, говорит, и написал эту статью. Как мы шли к успеху, каких результатов, каких достижений мы достигли, какие достижения у нас уже есть, какое сообщество любителей велоспорта мы организовали. Все, 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 все. Да, говорит, это была фантазия, но основанная на реальном желании, на реальных целях компании, ну и, конечно, на тех ресурсах, возможностях, которые есть или которые планировались. То есть не совсем оторванные от реальности. И как-то меня, говорит, это замотивировало сесть и в стиле мозгового штурма с командой проработать стратегию на ближайшие лет 10, вот взяв вот эту фантазию тоже в расчет. И я, говорит, забыл про этот эксперимент. Но через 10 лет, когда в декабре выходит журнал Fortune, я, говорит, читаю статью о нашей компании, и у меня возникает ощущение дежавю. Пересмотрел свои предыдущие записи, да, по каким-то элементам совпадений не было, но в целом и в общем примерно то, что было нафантазировано лет 10 назад, оно было реализовано. Вот это такая технология создания образа желаемого будущего, создания цели. И вот эти вот два способа, они хорошо работают, когда мы начинаем бояться продолжать работу, либо боимся приступить к работе по написанию статьи, потому что страшно, а если это делаем в первый раз, то еще и неизвестно как. Мы этими путями не ходили, когда уже пройдена, ни одна статья написана, мы знаем какие-то приемы, какие-то способы, узнаем новые, многие действия доведены уже до автоматизма, а первый раз действительно страшно. И вот эти два способа, задать ценность, их можно и сочетать вместе, использовать. И создание вот этого образа желаемого будущего, а фактически мы создаем вот то состояние, к которому стремимся. Ведь статью мы пишем не только для того, чтобы опубликовал для чего-то или для кого-то, а в первую очередь для себя. Мы хотим обрести какое-то новое состояние, такой небольшой психологический, психологический экскурс. Но это действительно очень важно, особенно вот этот момент срабатывает на этапе сбора материалов, поиска информации, изучения информационного пространства. Действительно, сильная мотивация, она помогает быстрее этот этап пройти. Когда с мотивацией разобрались, что делать дальше, с чего начать? Ну вот примерный список 12 шагов, 12 таких важных пунктов, которые должны быть пройдены, перед тем, как мы отдадим нашу статью в издание. Некоторые из них можно совмещать, некоторые из них можно разбивать, сделать его более подробным, либо наоборот объединять пункты. Например, поиск и выбор журнала и изучение информационного поля, пространство информации по нашей тематике. Их можно объединить в один этап и выполнять параллельно. Изучаем информацию, попутно присматриваемся к журналам. Сбор материалов тоже можно частично выполнять уже на этапе изучения информационного пространства и поиска и выбора журнала. Определение темы, выбор тематики и определение темы статьи. Здесь есть два способа, как это можно быстрее сделать. Если есть какое-то реальное исследование, если мы пишем магистрскую, либо диссертационную работу, кандидатскую, ВКР, даже курсовую работу, то здесь просто берем и по материалам нашего исследования, чтобы не ходить дважды, пишем еще параллельную статью. Бывают случаи, когда пока ничего не пишем. Как быть в этом случае? Ищите тематику своих статей в первую очередь в тех докладах и выступлениях, которые вы проводили, уже состоявшиеся выступления. Может быть, вы найдете тематику в тех докладах и выступлениях, которые вам близки по духу, по направлению вашей деятельности, других авторов. А для этого нужно ходить на конференции, участвовать в них хотя бы заучно, для того, чтобы иметь этот материал. Это тоже поможет определиться вам с тематикой. Здесь очень хорошо, кстати, помогает такой инструмент, как навигатор для публичных выступлений. Когда мы сами готовимся к публичным выступлениям, делаем не только презентацию, не только заметки к слайдам, но и то, что делают мои студенты и при написании курсовых, им это помогает. То есть они идут обратным путем не от курсовой к статье, а от статей и докладов к своим курсовым. Такой небольшой навигатор для публичных выступлений. Помогает на этапе подготовки этого выступления. Очень простая форма. Можно взять простую табличку в том же Word или Excel, кому как удобнее. Две колонки нам нужны. В одну мы вставляем слайды нашей презентации, а во второй прописываем подробный текст, что мы будем говорить по каждому из этих слайдов. У нас получается хороший навигатор для подготовки. И, сохраняя эти материалы, потом они могут вам помочь при выборе тематики статьи либо при сборе материалов. Кстати, сюда же можно писать в этот текст. Не все мы скажем в условии выступления, поэтому текста, как правило, оказывается больше. Какие-то примеры, приемы. Можно его более подробно прописывать. И в конце хорошо бы на этой страничке указывать ссылки на те источники, которыми вы пользовались при подготовке этого выступления. Это тоже сокращает время на сбор материалов, на изучение информационного этого пространства. Потому что у вас уже ссылки на какие-то работы есть, вам легче их будет найти. Ну и следующий пункт с тематикой определились, жанр. Что еще важно учитывать при подготовке нашей статьи? На последнем этапе обязательно это проверять. Это жанр публикации. Есть несколько жанров научной публикации. Ну, конечно, может быть, это не все, но наиболее часто встречающиеся и используемые. Обзорные статьи. Это два вида встречаются. Информационно-аналитические обзоры и критико-аналитические обзоры. Это обзорные статьи и литературы по теме. Отличительная особенность этого жанра – это наличие логического, логический анализ, исследование положений в предметной области. Анализ всех или определенных задач и обзоров результатов, которые были получены другими исследователями. Отличие информационно-аналитический обзор – это оценка результатов, полученных в различных исследованиях на основе общей научных ценностей, исходя из их результативности, валилисти и надежности. И рассмотрение этих результатов. А критико-аналитический обзор содержит не только оценку, но и рассматривает плюсы-минусы. Здесь больше внимания на этом. Информационно-аналитический – это по большей степени просто рассмотрение результатов, что было достигнуто в этой области. Ну и по структуре таких обзорных статей по обзору литературы. Примерная структура рекомендована такая чаще всего используется. Сколько процентов текста написанного должно приходиться на каждый из разделов. Ну и примерно схема разделов она здесь есть. Поэтому можно ориентироваться, если мы пишем обзор, то соблюдаем ли мы вот эти проценты в нашем тексте. Следующий вид, следующий жанр научной публикации – это короткие сообщения. Это описание результатов эмпирического исследования или нового какого-то методического приема, подхода. обоснования которых даны в других работах. Поэтому особенность этого жанра – обоснование целей и гипотезы собственного исследования можно сократить за счет ссылок на уже имеющиеся работы. И короткое содержание содержит только одну альтернативу – гипотеза антигипотеза. Результаты пилотных исследований в этом жанре не публикуются. Исследования требования к этому жанру исследования должны быть законченными. Их репрезентативность, надежность полученных результатов уже доказаны. И по процентам мы видим здесь уже другая картинка. Вот кстати результаты и обсуждение результатов эти два пункта можно допускать объединение в один. Но структура все равно сохраняется. Сначала говорим о результатах, а потом уже обсуждении результатов. Еще один из видов, которые часто используются в жанрах, это методологические и теоретические статьи. Особенность в том, что здесь дается обоснование и согласование представления о предмете и методе исследования в различных исследовательских программах, парадигмах, обоснование направлений исследований в конкретное направление и исследовательских программах. Процент здесь уже больше в сторону результатов, представления результатов. По выводам небольшой комментарий, число и содержание выводов в требованиях к этому жанру, статьи написаны в этом жанре, число и содержание выводов должно соответствовать числу и содержанию задач. Здесь похоже на курсовое требование к курсовым или дипломным работам. Насколько было задач поставлено в начале, столько должно быть отражено заключение. Здесь тот же самый пример. Еще в одном жанре мы можем подготовить нашу работу. Это описание эмпирических исследований, обоснование отношения к исследовательской гипотезе на основе результатов проведенного эмпирического исследования. Методика вот здесь у нас уже появляется где-то процентов 30 от объема текста будет занимать. Это все сведения необходимые для понимания работы и читателям, и, наверное, для публикации это очень важно, рецензентам, если журналы рецензированы. И для независимого повторения этого исследования описываются процедуры, методики, причем, если вы использовали несколько методик, должны быть приведены описания всех, различные способы сбора данных, фиксации показателей, статистические гипотезы и критерии. Вот это все должно быть описано в этом разделе методика. И если предполагается приложение, то оно идет дополнительным объемом к основному. То есть в расчет страниц статей может не включаться. Но более подробно на эту тему нужно смотреть уже требования самого журнала и задавать уточняющий вопрос, если у вас есть приложение, включается ли это в общий объем статьи, либо это считается уже отдельно. Статья, описывающая новый методический прием, прибор или какую-то разработку, программу. Здесь обязательно должно присутствовать обоснование необходимости разработки этого нового. Или модификации уже существующего. Возможно, вы пишете о каких-то улучшениях. Обязательно должно быть приведено описание, доказательства, надежности, валидности для дальнейшего использования другими исследователями. Очень важно приводить сведения, на основании которых можно сделать вывод, что полученные в ходе исследования, на основании которого вы пишете статью результаты. Это следствие применения этого новшества или модифицированного продукта, программы, прибора и так далее. Вот это обязательно должно статье прозвучать и быть понятно. По процентам опять же у нас есть методика, здесь побольше чуть-чуть уделяется объему. В выведении особое внимание следует уделять обоснованию необходимости того нового предложения, о котором вы пишете статью. В методике обязательно должны быть описаны суть вашего предложения, то есть если есть какие-то схемы, структуры, описание принципов, тесты, все это должно быть в этом разделе. Технические пояснения и очень важное требование, которое для этого жанра статей присутствует, не допускается сокрытие в этом разделе методическом важных составляющих описания методики, которые не позволят воспроизвести данный результат независимыми исследователями. Например, вы описали тест, но не дали к нему ключи, непонятно как он работает. Это может стать поводом, что вашу статью могут просто отклонить или прислать на доработку. На это обращайте внимание. Ну и также, конечно, исходя из этого, смотрите, хотите ли вы это представлять всему миру, закончены ли ваши исследования, или вы собираетесь над ним работать, и тогда наверное нужно подумать о другом каком-то жанре. Если вы не хотите выносить это на всеобщее обозрение. Это знаете, у Галилея, Галилея Галилей так сообщал о своих научных открытиях Кеплеру, новых астрономических открытиях, он писал анаграммы, то есть он делал какое-то открытие, шифровал его в виде анаграммы, отсылал Кеплеру, вроде бы формально соблюдена, статья в кавычках опубликована, сообщество проинформировано научно, а расшифровку этой анаграммы он присылал через год. Если ты за год не понял, о чем я тебе писал, вот теперь я тебе расскажу. Когда уже открытие подтверждено, зафиксировано, авторские права подтверждены, вот тогда он раскрывал секрет. Но, к сожалению, в наших научных публикациях анаграммы писать запрещено. По пункту обсуждения результатов вот здесь особое внимание следует уделять сопоставлению предлагаемого вами усовершенствования либо вашего нового предложения с уже существующими аналогами. И обязательно должна быть проведен анализ либо приведены результаты сравнения преимущества и недостатки всех способов метров и соответственно это влияет на ваш вывод. Следующий этап, который необходимо пройти и который будет самым прямым образом влияет на то будет ли опубликована наша статья особенно первая статья это поиск и выбор журнала и параллельное изучение информационного пространства. ВАК или не ВАК для диссертантского вопроса обязательно ВАКовские публикации должны быть выбираем рецензируемые журналы для если цели защиты перед вами не стоит одной из целей или под целей то не обязательно но лучше конечно чтобы выбранный вами журнал индексировался в рейтинге. не стоит сразу замахиваться на Вильяма нашего Шекспира и первую статью замахнуться на скопус или в веб-офсайт хотя такие примеры на некоторых форумах даже начинающих аспирантов они встречаются вот я хочу написать статью что вы мне посоветуете скопус или в веб-офсайт поскольку у вас статья уже написана а я еще ни одной в жизни не написала ну если ваша тематика настолько уникальна что больше никто в мире занимается то наверное можно и попробовать застолбить приоритет в этом направлении но на прошлом занятии на прошлых вебинарах мы про скопус веб-офсайт более подробно говорили очень достаточно сложные процедуры поэтому пока на них замахиваться не стоит а вот ваковский или не ваковский журнал вот скорее стоит начать с этого самую первую наученную статью можно опубликовать и в сборнике вузовских статей каких-то конференций ничего страшного в этом нет мы же тренируемся самое главное не писать просто так оставив выбор журнала на потом это сильно может повлиять на степень доработки вашей статьи перед отправкой весь у каждого журнала свой спектр интересов свои темы свои требования своя целевая аудитория или читательская аудитория и это тоже важно учитывать при выборе журнала во-первых для кого вы пишете кто и что читает ваша аудитория знаете как в продажах начинается все с изучения целевого спроса целевой аудитории так же и здесь хорошо бы понять для кого мы пишем кто ее будет читать а это будет влиять на то будут ли вообще читать вашу работу значит здесь на слайде я привела вам ссылку на официальный сайт ВАГ на страницу где размещается перечень рецензируемых журналов рецензируемых ВАГ и здесь по этой ссылке можно перейти здесь приведены последние данные по состоянию на 5 апреля 2017 года поэтому если кто-то интересуется публикациями ВАГ журналов пожалуйста по этой ссылке смотрите там 1958 журналов по моему в списке есть что рецензируется ВАГ это вот самые последние самые свежие данные на что стоит обращать внимание при выборе журнала здесь на слайде есть обязательно немножко по каждому из пунктов пройдемся регистрация обязательно должна быть смотрим на выходные данные журнала и обращаем внимание что обязательно должна быть регистрация издания как средство массовой информации в федеральном агентстве по печати массовой коммуникации выходные данные должны быть содержать дату регистрации издания номер свидетельства регистрации и название учредителя издателя адрес редакции фамилия главного редактора тираж и номера вот это все можно получить из выходных данных журнала для чего нам важно знать библиографические описания они помогут нам сориентироваться в этой информации если этих пунктов нет подумайте очень хорошо надо ли вам это особенно если еще публикация платная выйдет ли вообще ваша статья второе наличие СССР обязательно должно быть если мы говорим о научных статьях и научных изданиях это уникальный номер периодического издания присвоимый международным СССР и СССР центром Париже и для всех зарегистрированных изданий массовой информации периодических изданий он обязательно присутствует так как некоторые журналы у нас выходят в электронном виде а некоторые существуют только в электронном виде то есть сейчас еще второй номер пишут это электроны Е и СССР номер уникальный номер электронного периодического издания у вас может быть и тот и другой но хотя бы один у вас обязательно должен быть периодичность выхода обращайте внимание опять же мы это можем получить из тех же выходных данных журнала там пишется обычно два номера если обращать внимание номер этого года и в скобочках еще какое-то большое число вот это большое число это номер по порядку журнала то есть у вас может значиться там вопросы экономики 2010 год номер четвертый понятно что это за апрель 2010 года а в скобочках написано 1980 1980 это 1980 с момента основания журнала чем больше этот номер тем лучше значит дольше этот журнал существует ну и смотрите интервал выхода научного издания оптимальным считается ежемесячный выпуск если вы не успеваете в один номер то в следующий уж вы точно попадете если выходит два раза в год вот здесь если сроки поджимают а мы пишем какому-либо событию либо к защите здесь можно со сроками в дедлайн не уложиться часто издательства проводят специальные акции продлевая сроки приема статьи в текущий номер и предоставляя какие-то льготы авторам льготные условия для публикации поэтому выбрав несколько изданий несколько научных журналов пожалуйста следите за сайтами и сообщениями о таких акциях это тоже ваш шанс можно по льготной цене в хорошее издание попасть оперативность рассылки авторских экземпляров у нас это последний пункт это тоже очень важный момент на который стоит обращать внимание и принимая решение публиковаться или нет это критерий особенно важен для тех соискателей которые заинтересованы в скорейшем получении именно подтверждение печатного экземпляра научного журнала иногда с нас требует принесите подтверждение список где указано что статья в печати не принимается нужно чтобы статья была опубликована вот принесите номера страниц сканы страниц а у вас их нет наличие или отсутствие процедуры рецензирования для первой студенческой работы научной публикации можно выбирать и журнал где принимаются статьи в авторской редакции без не рецензируется но в любом лучше чтобы рецензия была все-таки это обратная связь это такое выявление узких мест которые позволят избежать ошибок в будущем даже если рецензия пришла негативная отрицательный результат для нас это очень хороший результат нам дали понять где мы ошибаемся второй раз мы уже на эти граждане наступим рецензирование это одно из главных требований редакции любого ваковского журнала и автор должен иногда представить научную рецензию на свою работу сам это официальный документ в котором сторонний ученый как правило не ниже доктора наук дает анализ представленного к публикациям материала с точки зрения содержания и оформления и многие редакции журналов научных публикаций требуют оригинала рецензии с подписью рецензента заверенной печати научно-учебного учреждения в котором они работают и естественно это может затянуть сроки выхода статьи если мы говорим о ваковстве многие журналы имеют своих рецензентов и поэтому не требуют это от авторов это значительно ускоряет сроки публикации но обращайте еще внимание на платность услуг да некоторые журналы оказывают дополнительные услуги за оплату но не должно быть такого что пресс-куранта на все услуги вообще публикация за деньги ты заплати а какая бы статья не была она все равно выйдет это показатель первый признак недобросовестного издания деньги вы заплатите на статью не получите на это обращайте внимание за что берутся за какие услуги берется оплата и обязательно ли это обязательно ли делать перевод только в этом издании либо вы можете принести свой перевод сделанный самостоятельно и с помощью своего профессионального переводчика ну и что может нам помочь при изучении вот этого информационного поля ну и параллельно выбора журнала очень хорошая база есть далеко ходить не надо и гугл и яндекс есть rgb российская государственная библиотека которая своим читателям такую возможность представляет пользоваться сетевыми удаленными ресурсами для этого надо быть просто читателем rgb иметь электронный пластиковый билет читательский да и можно пользоваться теми базами данных которые размещены на удаленных серверах и доступны через интернет здесь есть несколько вариантов есть часть ресурсов которыми можно через вот эту возможность размещенной на сайте rgb пользоваться из дома они помечены в свободном доступе можно прямо отсюда выбирать нужные нам ресурсы это только часть списка который там присутствует там гигантский список баз причем здесь хорошо указан тип ресурса это полнотекстовый либо реферативно-библиографический ресурс значит мы можем получить доступ и к полнотекстовым базам данных то что обозначено как лицензионный доступ только с компьютеров rgb и только при почитательскому билету при посещении rgb но часть ресурсов все-таки открыто имеется в свободном доступе и будучи читателем линии спокойно можно этим пользоваться с удаленных компьютеров также для поиска информации часть иностранных часть российских источников иностранных источников которые входят в сетевые ресурсы они размещены в таком сводном перечне полнотекстовых источников и помогает нам быстро сориентироваться в поиске необходимых журналов и необходимой информации здесь по тематическим разделам и на количество тех источников которые мы можем получить также можно вести более расширенный поиск с помощью Эпска это все доступ из rgb ко всем этим трем ресурсам можно выйти с сайта rgb и поиск информации становится более надежным мы получаем доступ к проверенной надежной обладающей научной достоверностью информации это не просто какая-то статья из google здесь на эти источники на статьи на материалы из этих источников можно спокойно ссылаться в своих работах не опасаясь что вам они завернут потому что это недостоверная информация ну конечно наша любимая киберлининга это поиск статей но также параллельно можно изучать те журналы если вы встречаете статьи по своей тематике в каких журналах они были опубликованы заодно и поизучать требования этих журналов если вы собираетесь публиковаться изучение требований журнала это тоже важный пункт который должен быть сделан еще до того момента как мы пишем письмо в эту редакцию или размещаем через онлайн формы вот два способа чаще всего сейчас используются при подаче материалов журналы и оба их нужно иметь ввиду требования изданий издательства мы сейчас смотрим на примере журнала молодой ученый для начинающих кто только задумывается о публикациях нужно начинать с этого журнала у них очень периодичность по моему еженедельная шансов опубликоваться еще больше здесь все просто либо в электронной почте либо через заполнение формы онлайн подачи ну и требования к оформлению статей вот это то с чего мы должны во-первых начать нашу работу с текстом и то на что важно обращать внимание еще раз проверив свое оформление на соответствие данным требованиям при этом нужно учитывать что если вы собираетесь подавать статью в несколько журналов требования могут отличаться и отличаться значительно и в размере шрифта и в полях и в абзацных отступах и в особенно в оформлении ссылок на литературу вот здесь указан прием да вид ссылки это затекстовая ссылка ну и объем конечно есть хорошие некоторые издания сейчас тоже вставляют такой помощник вот здесь он называется помощник оформления библиографических ссылок такой автоматический генератор но он очень сильно усечен и он дает только на 4 4 варианта описание книги статья из сборника журнала аналитическое описание интернет ресурс интернет ресурс очень сильно ограниченный такой генератор ссылок ну вот пример как используется как заполняется и что получается в результате кстати этим помощником можно пользоваться он в открытом доступе представлен можно пользоваться собираясь подавать статью в это издание просто используя для составления ссылок опять же здесь есть некоторые нарушения правил библиографического описания то есть пробелы между инициалами не ставятся сокращение года идёт и пробел знак двоиточия между местом издательства и издательством местом издания и издательства оно не проставлено оно должно быть и страницы вот это оформление подойдёт для оформления списка использованных источников но для самой ссылки если у вас требуется подстрочные например ссылки вот этот вариант работать не будет этот помощник не поможет при требовании подстрочной ссылки нам важно указывать конкретно ту страницу с которой взята цитата или заимствия в этом случае мы этим помощником не сможем воспользоваться ну и ограниченные возможности при описании интернет ресурса только для веб страницы только в таком сокращенном варианте он приводит да но нет например возможности дать описание на законодательные акты которые мы берём из системы гарант или консультант плюс там совершенно другое должно быть библиографическое описание но здесь оно не представлено для первого приближения им пользоваться можно все нюансы по библиографическим описаниям и по оформлению ссылок рассматриваются в нашем курсе и если возникает необходимость особенно дать ссылки на электронный ресурс пожалуйста можно обращаться посмотреть информацию о нашем курсе он называется правда оформление студенческих квалификационных работ но зачастую по каким-то сложным случаем ссылок в статьях публикациях консультации тоже здесь провожу ну вот можно посмотреть о самом курсе что он на себя представляет и есть ссылка на сам курс поэтому если возникают какие-то труднения в плане оформления ссылок либо библиографических списков статьям пожалуйста можно воспользоваться этим ресурсом и любую помощь я вам окажу в этом плане разберемся и постараемся оформить так как это необходимо как требуется ваш журнал ну если вы присылаете нужно проверить оформление правильности оформления либо вы хотите научиться это делать самостоятельно пожалуйста тоже приходите в индивидуальном порядке мы все эти вопросы с вами решаем ну и на что еще обращайте внимание проверяем структуру научной статьи об этом мы говорили на предыдущих вебинарах поэтому останавливаться не буду но как напоминание я вам этот слайд еще раз привожу при работе с текстами или борисовна немножко не поняла спасибо нет ну если речь идет о подготовке о проверке вот то что мы смотрели здесь курс конечно немножко платный но в рамках этого курса я вам еще такой даю бонус ну платный не так уж и дорого 500 рублей стоит но я вас обучаю как это здесь есть индивидуальная консультация мы разбираем ваши вопросы и я вас научу просто самостоятельно это делать с тем чтобы потом вам не нужно было платить допустим какие-то дополнительные деньги издательством либо постоянно ходить на курсы либо постоянно обращаться к специалистам и плюс всем слушателям курса я открываю доступ на время обучения бесплатно где-то на месяц мы рассчитываем кто-то быстрее проходит открываю доступ к ресурсу сервис тоже сделала такой сервис но правда пока еще только по ГОСТ 2003 но зная правила библиографических описаний а собственно структуру библиографического описания очень легко разобраться и с оформлением ссылок с ГОСТом 2008 они похожи ну как русский язык и белорусский вроде бы отличаются но понять можно и вот в этом сервисе там более 120 примеров включая экзотические библиографических описаний именно по ГОСТ 2003 и я вас просто научу как им можно пользоваться и как это можно использовать при оформлении ссылок по ссылкам просто физически такой сервис не успела сделать это очень трудоемкая работа полгода у меня заняло ну вот может быть на каникулах летом по ГОСТ 2008 я тоже такую такой подсобный материал в помощь пишущим оформляющим и студенческие работы я тоже сделаю по библиографическим описаниям по ГОСТ 2003 изначально это была задумка помощь студентам сначала своим студентам потом всем желающим для оформления списков источников курсовым и дипломным работам слишком много вопросов я вижу что они не понимают и вот такой краткий во-первых сборник образцов и справочное пособие когда быстро можно найти нужные пояснения к тем или иным элементам если мы не знаем какие-то нюансы библиографических описаний ну и если совсем критически сложный случай то консилиум с библиографами устраиваем и разбираемся для нас например это очень интересная задача вот поэтому ну и постепенно вот за счет таких интересных примеров которые студенты приносят необычных эта база пополняется она пополняется периодически наиболее актуальную информацию ну и постарались там расширенный вариант сделать по электронным ресурсам дать побольше описание они носят правда рекомендательный характер но можно найти различные экзотические виды разных документов которые даже в гости не представлены либо представлены очень куцер мы постарались такую штуку сделать идем дальше немножко выбиваемся из графика редактор списков вот при работе с текстами очень хорошо использовать вот такой редактор списков воркфлоу он помогает структурировать во-первых если большая статья то провести структуру по элементам этой статьи во-вторых внутри текста можно структурировать какие-то элементы что зачем идет где я что скажу писать кусочками и вот один вариант визуализации информации это такой популярный сегодня интеллект карта но не всем он подходит поэтому можно пользоваться вот таким более строгим инструментом это онлайн инструмент и для структурирования вообще письменных работ он очень хорошо подходит и можно пользоваться и применять его в открытом доступе можно найти но очень коротко вспомним что еще нужно проверить перед тем как отдавать свою статью издательства во-первых правило хорошего тона заголовка длина не надо как попавшая в книгу рекордов гиннеса название немецкой научной статьи 45 слов из которых большинство это только название на русский язык переводится двумя словами в немецком там около 40 слов свобода от мусорных слов то есть используемый ресурс топ слов нет и обязательно название должно быть передано содержание статьи о чем она не стараться избегать двусмысленности интерпретации интерпретации трактовок ключевые слова обязательно должны быть где их искать вот здесь примерная схема еще раз напоминаю на одном из вебинаров мы про это более подробно говорили но сейчас у нас такой чек-лист проверки перед сдачей в издательство объект исследования описания цели характеристики методики исследования результата вот из всех этих пунктов которые в принципе составляют структуру нашей статьи выбираем ключевые слова с тем чтобы ее можно было найти количество примерно 6-8 могут быть однословными могут быть в виде словосочетаний для выявления стоп-слов то есть это те слова без которых наша то есть это тоже стоп-слово те слова без которых наша научная публикация вполне может обойтись без ущерба для качества вот есть такой ресурс стоп-слов нет пользуясь которым можно загнав свой текст выявить вот такие слова которые из текста спокойно можно исключить редакторы очень любят на этапе редакторской правки предлагать авторам сократить свой текст лучше это сделать заранее и вот открыв список стоп-слов можно вообще увидеть есть ли эти слова у вас более подробно и по тексту он проводит такой поиск в вашем тексте еще один хороший ресурс известный наверное многие им пользуются Глафред Глафред тоже очень хорошо выявляет и вот эти стоп-слова и выявляет какие-то стилистические может быть погрешности как это лучше написать фразы не очень красиво составлены но здесь надо учитывать один нюанс Глафред в основном ориентирован на тексты новостные информационные журналистки такой маркетинг статей сайтов коммерческих каких-то предложений и вот здесь даже есть указания что для стихов художественной прозы он не подходит ну и когда мы пишем в научном стиле нужно учитывать что некоторые слова он может тоже посчитать такими неподходящими для информационной информационного сайта например у него все-таки немножечко другая заточенность но стоп слова он выявляет очень хорошо и можно просто обращать внимание на какие-то стилистические погрежности но не торопитесь сразу выбрасывать свои научные определения или термины если он их вам пометит красненьким или зелененьким проверьте свой текст на показатели индексов читабельности для научной литературы тоже будет не лишним это так называемые индексы флеша и флога их мы тоже в одном из вебинаров давно-давно по-моему разбирали вот для научной литературы индекс флеша должен быть где-то сейчас посмотрим как их определять да вот здесь от 0 до 30 и индекс флога 16-17 если меньше то это уже не очень хорошо надо его надо его исправлять значит как с помощью ворда посмотреть эти индексы читабельности вот ворде 10 есть такая функция здесь я ее кратко вам в качестве скриншотов привожу выбираем вкладку параметры выбираем правописание ее надо настроить и в открывшемся вот этом окне справа ставим вот эти две галочки показывать статистику удобно читаемости и во время проверки орфографии также проверять грамматику вот эти две галочки должны стоять нажимаем окей и наша проверка индекса читабельности настроена где ее искать во вкладке рецензирования правописания и запускаем выделяем текст и запускаем по нашему тексту вот статистика по читабельности текста она выводится только после того как он проверит правописание ну заодно и эту функцию тоже выполнят и у вас в конце появляется вот такое вот окошко где указывается показатели много показателей по вашему тексту в том числе и показатели легкости чтения легкость чтения у нас низкой не должна быть если мы говорим о научном стиле и вариант интерпретации уровня образования чем больше ближе к 20 тем лучше где-то 11-12 это уже уровень вузовской аудитории значит чем ближе к 20 тем лучше для научного текста ну вот здесь 8,5 это научно-популярная литература популярная литература написана таким простым человеческим языком ну вот как мы сегодня с вами я сегодня разговариваю простым человеческим языком но для научной публикации я буду подбирать совершенно другие фразы поэтому такая вот возможность есть есть еще несколько онлайн тестеров бесплатных я стараюсь давать только бесплатные ресурсы для определения уровня сложности читабельности текста вот это интерактивный аудит сайтов некоммерческих организаций не пугайтесь это название сайта на котором расположен этот ресурс вот ссылка его здесь есть оценка читабельности текста еще один ресурс и для англоязычных например текстов подойдет вот третий ресурс ссылка здесь тоже есть не поленитесь проверьте лучше проверить до того как рецензент вам вернет вашу работу сказав что язык не подходит стиль написанный не тем стилем лучше это сделать самостоятельно и минимизировать эту негативную возможность да и перед тем как отдавать свою статью проверьте ее на всякий случай на антиплагиат проверка на антиплагиат обязательно по корректности ваших заимствий можно сделать несколькими ресурсами ну самое известное это антиплагиат точка ру плюсы проверяет бесплатно очень быстро работает с большими документами установки не требуется и в использовании максимально простой многие пользуются минусы может выдавать ошибку не проверять документ или какую-то его часть случается такое может показывать завышенную уникальность и это тоже случается особенно что касается статьи с курсовыми дипломными работами рефератами там попроще а вот со статьями бывают случаи завышается уникальность текста по факту она может оказаться гораздо меньше поэтому когда проверяете свои работы на антиплагиат ну для курсовых дипломных это уже так научным руководителям сведениям антиплагиата повышен покажет завышенную уникальность текста ну наверное это примем раз официально проверяем работы на антиплагиате значит мы этими данными не будем пользоваться но с журнальными статьями с издательствами ситуация может быть иной лучше воспользоваться проверить на двух антиплагиатах и посмотреть результаты проверки из двух второй антиплагиат которым можно пользоваться в этом смысле сейчас я ссылочку вам скину он тоже известный но на всякий случай вдруг кто-то вдруг кто-то не знает текстру онлайн сервис проверки даже не нужно регистрироваться если размер вашей статьи не превышает 10 тысяч знаков без пробелов статистику посмотрели и можно загнать целиком текст чтобы проверить научную статью в этом сервисе достаточно просто скопировать текст статьи в окно нажимаем кнопку и он показывает результаты уровень уникальности ссылки заимствования текста и подсвечивать местами места плагиата прямо в тексте откуда что взято удобный ресурс студент у меня на нем проверяет даже свои курсовые работы пользуются антиплагиатом он говорит нет мы лучше вот этим он более точно покажет плюсы уровень если уровень уникальности 80% в этом сервисе показывает значит ниже точно никакой антиплагиат уже не покажет выше может подсветка заимствованного текста не требует регистрации установки ну и простой из минусов проверку может осуществлять долго перепроверку тоже и нельзя он проверяет только текст сам документ загрузить нельзя то есть файл не закинешь как в антиплагиате это можно сделать здесь только текст скопировали вставили поэтому например для больших текстов больше 10 тысяч но как это достаточно может быть затруднительно но тем не менее результат того наверное стоит по гостам хорошо бы иметь эти госты в виде ссылок в нашем курсе я все эти ссылки даю и по этим гостам мы можем тоже пройтись это то что может использоваться и фигурировать в требованиях различных изданий издательств при приеме статей чаще всего используется гост 2008 гиблиографическая ссылка общие требования и правила составления и к оформлению ссылок и к оформлению списка при статей но иногда есть требования оформлять например электронный ресурс основываясь на гост 2001 безнадежно уже и бесповоротно устаревшим дай бог уже 17 год в середине близится но тем не менее его ничего другого мы не имеем приходится использоваться им пользоваться им вот кстати про электронные ресурсы самый большой больной наверное вопрос количество образцов я посмотрела в разных гостах сколько есть образцов описаний в различных гостах вот пример здесь в 2003 один сиди диск в 11 госте два примера и одна статья около 20 примеров приводится в гост 2008 в разных совершенно вариациях но в основном это описание информационных ресурсов целиком сайт целиком база данных целиком сетевые электронные периодические не периодические издания целиком а у нас возникает иногда необходимость составлять библиографические описания например на статью из электронного журнала аналитическое описание электронного издания а здесь как таких примеров не всегда и не везде есть да ну вот еще раз пример из молодого ученого совершенно три элемента описания это совсем минимум краткое описание и полная информация о ресурсе он может не дать тем более сейчас еще используется помимо указания гиперссылки на адрес размещения статьи индекс дуи это более лучше указывать в своих описаниях чем адрес размещения статьи в интернете потому что адрес может поменяться интернет ресурсы это отдельная песня их век недолг как у кавалергардов а вот дои привязывается не к адресу размещения а к самому документ куда бы его не переместили хоть на другой сайт он все равно его вам найдет еще один такой момент на который следует обращать внимание ну и в курсе по еще раз напомню по электронным ссылкам мы сделали более расширенное описание делали вместе с библиографами я сидела придумывала на основе ГОС 2001 2003 то есть использовали те ГОС которые есть но в таком рекомендательном характере мы различные виды электронных ресурсов описали там около десятка различных типов если не больше и различные вариации можно найти которые помогут вам в составлении описания именно электронных документов ну и мы уже приближаемся к вам завершению это отправка статьи в журнал когда мы все проверили по всем ГОС там выверили все описания составили заголовок написали ключевые слова подобрали структуру выдержали отправка в журнал работа не заканчивается так сказал Корнер в статье 10 шагов к написанию научной статьи руководства для молодых авторов не отправляйте статью сразу же как только завершили писать выступите с ней на научных конференциях семинарах это поможет вам потенциальные рецензенты могут оказаться на вашем выступлении и получить представление о вашей статье выступление готовьте заранее а не в ночь перед конференцией то о чем мы с вами уже говорили хорошо бы перед тем как отправить статью на журнал для публикации провести такое тестирование у нас на четвертом слайде где был 12 шагов примерный список такой шаг в кавычках выделенные тестирование вот такое тестирование выступите получите обратную связь пусть даже не от рецензентов если вам не нужно рецензирование своей статьи от сообщества от коллег от более старших товарищей более опытных и по теме вашей статьи и по представлению материала представьте ее хотя бы в устном виде вы получите очень сильную обратную связь либо да после этого смело отправляем либо нет выявили узкие места спасибо им большое вы провели последующую доработку ну и при отправке статьи важно да Эльдар Эдуардович в условиях когда издание статьи превращается в конвейер апробация очень нужна конечно и вы просто поймете а это будет интересно это вообще нужно делать может быть вы даже вот на уровне набросков еще до конца не как любил говорить один мой руководитель по тренингу в работе не от фэншуев или не проведя фэншуй вашей статьи не доведя ее до такого блеска просто сделали набросок сделайте из него доклад попробуйте с ним выступить посмотрите на реакцию стоит ли вообще дальше тратить время и дорабатывать эту тему или эту статью и или или можно нужно принимать какие-то лучше это принять решение раньше чем уже в момент отправки и по отправке статей кстати если вы отправляете мейлом пожалуйста обязательно пишите грамотно составленные сопроводительные письма так чтобы вам могли деловая переписка написание сопроводительного письма обязательно должно быть сопроводительное письмо в котором точно указывайте номер в которые вы хотели бы разместить свою статью желательным для вас редакция сама откорректирует и вам сообщит куда вы попадете или не попадете и тематический раздел где точно должна быть ваша статья и далее на этом этап не заканчивается дальше продолжение работы идет будут рецензирования будут замечания будут исправления вот еще раз схему публикации я вам здесь привожу да где этапы зеленые принятия решений вот они выделены если положительное решение уходит в печать это зелененький такой галочка да и красный крестик если вам вернули над работой если решение было негативно и вот работа она все равно будет продолжаться будут рецензирования будут замечания будут исправления не бойтесь вступать и даже нужно вступать в переписку с редакцией если что-то непонятно или вы в чем-то не согласны с редакцией или с рецензентом пожалуйста не молчите в корректной форме уточняйте спрашивайте доказывайте свою правоту и переписку с редакцией обязательно сохраняйте не только до момента выхода вашей статьи но и какое-то время после этого во-первых может пригодиться иногда вопросы связанные с публикациями возникают через полгода иногда даже через год после того как статья вышла сохраняйте в папке входящей сделайте отдельную папочку не поленитесь моей публикации сначала используйте метод выращивания порядка из хаоса сначала все письма если это только самая первая публикация у вас будет только одно издание собираем туда если пошли другие публикации другие издательства сортируйте уже создавайте под папки по названиям журналов например или по названиям статей как вам удобнее будет искать и перекладывайте их уже туда но переписку лучше сохранять это ваша гарантия лучших результатов и больших шансов на успех и лучшие коммуникации с издательством есть такие правила научные этики публикационные этики мы про это тоже говорили многие журналы выкладывают в открытый доступ их можно найти и на качество ведения переписки с редакцией они тоже обращают свое внимание как вы с ними общаетесь это тоже может сыграть свою роль при принятии решения о публикации в дальнейшем сотрудничестве а может быть при представлении каких-то льгот специальных цен и так далее так что этим вопросом лучше не пренебрегать ну и дорогие друзья мы с вами подобрались наконец-то к завершению нашей сегодняшней праздничной встречи благодарю всех за сегодняшнее участие мы рассмотрели с вами основные пункты о которые можно споткнуться при подготовке статьи и что важно помнить на что следует обращать внимание на разных этапах работы перед тем как принять решение об отправке статьи в издательство в издании сейчас я посмотрю вкладка вопроса у нас там что-то было конституционное муниципальное право выходило два раза в месяц хорошо или не очень но это надо смотреть Эльдар Эдуардович два раза в месяц это вообще шикарно больше шансов попасть другой вопрос что была за статья на что для чего вы ее писали для галочки надо в список научных публикаций либо какие-то были иные цели иная ценностная мотивация один раз в месяц это вообще замечательно для журнала главное чтобы по тематике и была ваша тематика статью как правильно рецензируемый или реферируемый а это разные понятия реферируемый журнал это то что входит в реферативную базу данных рецензируемый это там где есть рецензии рецензенты поэтому есть процедура процедура рецензирования есть процедура реферируемый реферирование это просто разные понятия и то и другое правильно только в разных ситуациях описание части из книги находящейся на сайте сайте Екатерина Анатольевна описание части из книги находящейся на сайте сначала книга потом место расположения а потом уже сайт если это электронная библиотека например книга из электронной библиотеки то данные на книгу обязательно нужно сначала приводить да 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 у нас часть книги сначала мы даем если это отдельная глава то это будет аналитическое описание так же как для статей отдельная глава отдельный параграф на который мы ссылаемся если мы говорим о книгах да то тогда как аналитическое описание для статей но плюс еще первая часть как для аналитических описаний только указываем название книги а вторая часть это уже то что касается ресурса интернет ресурс на котором он расположен если вы просто берете какое-то заимствование со страницы электронной книги то ее надо описывать как просто электронную книгу как обычно мы делаем ссылки цитата из книги такой-то автор название и так далее то в этом случае аналитическое описание делать не надо сам журнал выходил два раза в месяц тонкий Эльдар Эдуардович журнал я правда не видела надо посмотреть что это за журнал пункты я вам сегодня сказала на которые следует обращать внимание и смотрите можно посмотреть еще импакт индекс этого журнала если вас интересует его авторитетность в научном сообществе если она вас не интересует просто опубликовать наверное подойдет но если вас интересует чтобы вашу статью читали находили цитировали если вас интересует индекс цитируемости ваш то тогда надо посмотреть индексируется ли он в ринц и может быть международных базах хотя бы в ринц индексируется ли если да то вполне может быть но это скорее узкоспециализированный поэтому здесь надо смотреть изучать в индивидуальном порядке можем такой анализ провести поэтому что в целом не виде источника могла сообщить я вам сказала но это надо изучать спасибо большое коллеге спасибо за поддержку за добрые слова будем будем стараться и дальше делать полезное дело и доносить до вас какую-то новую информацию ну и на курс я вас приглашаю если возникают какие-то вопросы пожалуйста приходите записывать все индивидуальные вопросы мы в индивидуальном порядке с вами уже более подробно решим спасибо большое за сим я останавливаю свое обещание и наверное до новых встреч и передаю наверное слово Павлу Юрьевичу для завершающего слова коллеги ну мое завершающее слово будет коротким я благодарю всех кто принял участие в вебинаре и вдвойне благодарю нашего сегодняшнего спикера Татьяну Телегину мы кстати встретимся с ней в понедельник на нашем новом вебинаре кто хочет может посмотреть расписание на нашем расписании в нашем расписании вебинаров и записаться там уже на этом вебинаре аншлаг 250 человек записалось ну вот если кто-то все-таки хочет еще записаться пожалуйста вот а на сегодня я с вами прощаюсь спасибо что вы пришли до новых встреч на наших вебинарах до свидания до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...